Сегодня православные верники святкует одно из 12 головных церковных свят проображений Господня. По традиции, в этот день христиане приносятся у церкви плоды новых ураджая, а тому в народе святые еще называют яблочным спасом. Александра Драгун про традиции и сакральный сенс свята. Тварь его зихотела, а день стала бялюдким быцем снег. Так у Евангелия описывалось отсюда дейное проображение Господня на горы Фавор. Тады свое боское обличе Иисус Христос показаў прароку Илью и Майсею, а сёня званы ўсіх православных храму обвящаюць, гэты надзину верникам. Прабражение Господне – одно из 12 головных церковных свят, тому самый ранец у храмах – урачисты багослужэні. Пачас литургии гучаць прабражэнскея шпевы и малитвы. Хоць свята выпадая на перыд ущпенскага посту, сёня для вернику дазваляецца палёгка, а во устрыманне можно уживаць рыбу. Во время поста этот празник, он показывает нам, что самое главное для жизни христианина – это духовное совершенствование. Поскольку пост всегда даётся для того, чтобы человек сумел ограничить свои телесные страсти и духом воспарить ко Господу, для духовной работы. Сёняшня урачистость мая некальки назвал – святофаворского святла и яблочный спас. Першая пошла до горы, где Иисус здесь не уцуд. Другой шатрмала назву от галонного плода – яблоком, что символизуя богатие дароу Бога, яким её наделяя верникам. К тому, после службы, прохожане приносят у храм наливные, как окропить их святой водой. Яблоки принесла святить вместе с ручьями. День рождения брата сегодня, поэтому такой приятный праздник. Сегодня тоже пришла в храм, ну, осветить яблочки. Подала записочку о здравии родных и помянула своих родителей. Яблочный спас для Марыны Лавыш – святосемейное. Памятая у дятинстве, со своей матулей приносила у храм яблоки груши и сливы, как покропить святой водой. После службы кошеки, засвеченной садовиной, приносили домой и готовали из яблоков смачное печиво. Матуллин рецепт – ещё не наилепший. Я люблю, чтобы было в Шарлотке много яблок, чтобы полностью они закрывали всю форму. Берём форму, надо смазать её маслом. Тесто должно быть, как густая сметана. Сегодня уже сокрыты приготовления шарлотки, а свой вайдачка Марины – Алисия, охотно выкладая лусточки яблока. После освящения плодового урожая по народной традиции господиня нарихтовали на зиму яблочное варенье, компоты и джем. Те запекали на львне. Готими травами спочатку частовали гостей, а потом смаковали сами. Згодна с народными традициями, пасля праображения павина изменится и сама природа. Кали на яблочный спас ясный день, то треба чакать суровой зимы. Але безумовно, яки б традиции не сновали, в головных это сакральное значение самого свята – духовная едность с Богом. Александр Драгун и Владимир Тиханович. Айянство от Алиновин.